Мы остановились с вами на четырех породах. Пишите в комментариях, кто вам нравится больше. Спокойно, спокойно, тихо все. Вот с таким вот видом. Стой, Алиса, стой, стой, стой! Привет, я Ани Мэджик, со мной тут мои питомцы. И до того, как я расскажу и покажу, что же произошло в нашей поездке в Москву, до того, как я очень сильно заболела, кто подписан на наши инстаграмы, тот знает, почему так долго не выходили ролики, к сожалению. Я хочу объявить победителей. Пять человек, которые выиграли в нашем конкурсе-челлендже «Питомцы-супергерои». Мы проводили его вместе с брендом Buckle Down, которые делают очень крутые супергеройские аксессуары, игрушки, миски и всякие штуки для питомцев. Давай! Вот молодец! В стиле супергероев Marvel и DC это настоящий калифорнийский дизайн, официально абсолютно коллекция. В общем, это очень качественные аксессуары. Американский бренд, у них гигантский выбор и все именно на тему популярных супергероев. Я Buckle Down рассказывала вам, когда объявляла конкурс. И вот они, наши пять победителей челленджа. Участников много, все очень классные. И фотки, и рисунки, и анимация, и видео просто прям вообще. Вы все для меня супергерои и мега молодцы, но выбирать все-таки приходится. Поэтому первое место Ксюша Перси, с ней мы даже свяжемся по видеозвонку. Поздравляем, следующий победитель Джек Рассел Николь. Она снимала несколько роликов, классно сделана в стиле Magic Pet с озвучкой собаки. Костюм сделала, ну короче, заслуживаешь. Пудель Сара выложила несколько работ в Инстаграм, офигенные картинки, фотки. Классные костюмы, самое главное, очень крутой ролик у тебя получился. Йорк Мишель Вермишель, тоже несколько работ было у нее на конкурс. Поздравляю, очень вы классные. И Йорк Шанечка, тоже постарались, сделали видео, костюм. В общем, поздравляем всех. Эти ребята получат очень классные супергеройские подарки из магазина Симбио от бренда Buckle Down. Между прочим, для этого челленджа я тоже своим песчикам костюмчики приготовила. Посмотрите на них, какие они у них милые. Ну и самое главное, ребят, я в описании внизу оставлю ссылку на магазин Симбио, где их можно приобрести. Такие же, как у нас или какие-то другие выборы гигантские. Менеджеры вам там помогут выбрать, подобрать промокод MAGIC. Ссылочка в описании, переходите, выбирайте, потому что они реально крутые. Участвуйте дальше в нашем челлендже MAGIC прокачка. Это еще не конец, там тоже будут подарки и самое главное, главный приз. 30 тысяч рублей личная встреча с нами, крутая камера и 60 килограмм корма для твоего питомца. Так что все еще впереди. Этот челлендж был частью нашего мега челленджа MAGIC прокачка. Все подробности в инстаграме, потом переходите. Если бы не моя болезнь, то вышел бы ролик про нашу тренировку на серфе с собаками в реке. Потому что я не знаю, кем надо быть, чтобы собрать 100 тысяч лайков на предыдущем видео. Я не знаю, кто вы. Вы, наверное, сами супергерои, что вы на такое способны. Просто я в шоке, серьезно. И мне очень жаль, что сейчас выходит не тот ролик из-за моей этой болезни. Но я надеюсь, конечно же, на ваше понимание. И очень надеюсь, что на этом ролике вы соберете не меньше. Я собираюсь завести котенка. И для этого я поехала на онлайн-выставку кошек, чтобы там выбирать. Многие из вас мне помогали. Поэтому в комментариях пишите имя будущего питомца, который случится на вот это вот число подписчиков на нашем канале. Обязательно. И, возможно, не только котенок. Ладно, не буду спойлерить. В общем, ребят, история такая. Киса Алиса впервые в своей жизни поехала со мной в Москву. Впервые в жизни она уехала из дома. Мы живем за городом, и она никогда не ездила на машине так далеко и долго. Я посадила ее в огромную переноску, куда влазит аж 4 моих маленьких собаки. И всю поездку она мяукала, кричала и не понимала, куда ее везут и почему она закрыта. Сначала я решила приучить ее именно к переноске, поэтому не выпускала в поездке. А уже на обратном пути она ехала в салоне без клетки и все равно мяукала и нервничала, и пряталась под сиденьем. Надеюсь, со временем она привыкнет, если мы, наконец-то, будем больше путешествовать. Всю свою жизнь она живет в частном доме с собаками. А тут ее привезли в Москву, в квартиру, еще и одну. Приехали. Приехали. Ну что? Все хорошо? Все хорошо, да? Машет хвостиком, все нормально. Да. 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 Уже свои запахи в доме оставляешь, да? Да. Приехала, выдержала поездку. Я переживала за все. Вдруг киса Алиса не станет ходить в туалет и будет писать и какать где попало. Будет очень нервничать одна в квартире и все такое. Я взяла ей привычные игрушки из дома, лежанку, когтеточку и новый туалет, конечно же. Я думала, она будет либо ужасно себя вести, драть шторы и диван, либо будет очень переживать и испытывать стресс, спрячется куда-нибудь и долго не будет выходить. Но киса Алиса не растерялась и освоилась очень быстро. Я безумно удивилась. Если дома она постоянно капризничает, вредничает, царапает мебель, дерет диван и кресло, не хочет пользоваться когтеточкой, потому что постоянно хочет гулять на улицу и просится, чтобы там ловить мышей и шляться целыми днями, не возвращаться домой даже ночью, то тут она вдруг превратилась в супер приличную домашнюю кошечку, которая мило сидит на подоконнике, смотрит в окошке, пушает по расписанию, не кричит, когда в миске нет еды, спит в своей лежанке на комоде, дерет только когтеточку и не трогает мебель и весело играет со мной игрушками. В общем, про туалет я очень переживала, но наша умничка тоже сразу быстро все поняла, где что и как, и ни разу не наделала тел нигде в квартире. Фух. А еще ей очень понравилась душевая кабина, она почему-то постоянно туда залазила. Да что? 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 Смотри, что тут? Проблемой стал только балкон. Она все время норовила выпрыгнуть в окно, и поэтому мне постоянно приходилось закрывать дверь на балкон или держать окна закрытыми. Один раз, даже когда дверь была открыта, но окна закрыты, она прыгнула и ударилась в окно. Это было рано утром, и я не снимала тогда. Но в целом переездки с Алиса перенесла нормально. А приехали мы в Москву с ней на несколько дней, именно за тем, чтобы пойти вместе на онлайн-выставку кошек и выбрать там котенка. Выставка длилась два дня, и мы оттуда вели прямые эфиры и общались с вами. И это все тоже для Алисы было впервые. Поездки на машинах, переноска, какие-то чужие люди, движуха, места непонятные. Ходить только на шлейке. И именно там она впервые встретит чужих кошек и собаку. Вот так начался наш первый день с кисой Алисой в Москве. Ну что ж, зайки, мы уже отправляемся сейчас в Краун-Плаза. Это место, где будет проходить съемка прямого эфира, где проходит онлайн-выставка всемирная международная кошек со всего мира. Киска Алиска у меня вот тут вот в переноске. Она немного нервничает, поплакивает, да, Алиса? Она вообще не привыкшая ездить в переноске. Все, киска села в машину. Мы сейчас поедем. Сейчас едет спокойно, более-менее. По крайней мере, не мяукает на весь салон. Только я это сказала. Организатор выставки наш, Сережа, привет. Короче, мы идем по Краун-Плаза, по отелю. Здесь штаб Summer Cat Show, организованное. Я сейчас вам покажу. Это вообще, это как в фильмах. Про знаете, типа какие-нибудь сети, хакеры такие сидят. Наняла специального помощника, который носит кису Алису. Телохранительки с Алисой, видите, штаб-квартира Summer Cat Show, где вот это все. То, что вы видели просто на сайте, да, буковки, циферки, картинки, эфиры. И вот так вот это выглядит просто. Вот когда люди работают. Это ощущение, что на фейсбуке каком-то, что здесь просто какие-то хакеры сидят и что-то делают. Кстати, вот такая у Алиски шлеечка с котиком. Эту шлеечку нам подарили вы, подписчики наши. И теперь вот Алиска впервые ее надела наконец-то. Алиска пошла изучать территорию у нас. Смотрите, налево. Куда полезла-то? Куда ты полезла? Мы тоже пострекаем. А, там кошки? Алис, тебе интересно? Ты познакомиться хочешь, что ли? Ты кого-то там увидела? Кто это такой красивый? Господи, а как их зовут? Как его зовут? Пыльнуша и тигруша. Плюша. Плюша и тигруша. Да, конечно, это домашние. А это девочки? Девочки. Две девочки. Стоит такая, смотрит. Пыльнушки. Ну, кто это там? И именно в этот первый день мы вместе с вами в прямом эфире ходили по сайту онлайн-выставки и выбирали вместе нашего будущего мэджик-котенка. Я хочу завести кисе Алисе именно друга, поэтому мы с вами решили выбирать мальчика. А еще я всегда мечтала о пушистом котике, поэтому на выставке мы остановились с вами на четырех породах. Пишите в комментариях, кто вам нравится больше. Рэгдолл, Манчкин, Норвежская лесная или Сибирская порода. А окрас решили выбирать либо разноцветный, либо рыжий, желательно с белой мордочкой. Я заполнила заявку и, возможно, такой котенок очень скоро найдется. Но это совсем не означает, что я не возьму просто котенка из приюта. Такое тоже может случиться в самое ближайшее время. Пишите свои варианты имен для котиков в комментариях и ставьте лайк, если хотите, чтобы это произошло как можно скорее. А дальше случилась абсолютно жуткая для меня ситуация. Я такого от Алисы вообще не ожидала. Вы знаете, кто это, ребят? Вы видите эту красоту? Вы просто, вы знаете, кто это такой? Кто вот этот офигенный пёс? А какой он тоненький? Я не могу. Какой хорошенький. Его ещё пока что восемь месяцев. То есть он, по сути, ещё такой пацанчик. Жан, ты куда? Такой нормально на стульчик, да? Вы, может быть, видели его на фотках в инстаграме Платину. Если не видели, пойдите, поставьте итогу этой милой морде лайк. Может, захочет играться? Алиса, ну ты же знаешь, кто такие собаки, только это большая собака. Такая, ни хрена тебе. Не хочешь, ты общаться? Спокойно, спокойно. Тихо, всё, мы поняли. Спокойно. Алиса, спокойно. Испугался её? Испугался? Или тебе вообще пофиг? Так он смотрит. Алис, ты чё? Ты же добрая кошка, ты никогда не царапаешься. Ты же с собаками живёшь в доме. Или тебе именно чужие собаки не нравятся? Да? Не нравится, да? Короче, чё-то Алиска не захотела знакомиться с другой чужой собакой. Всё, ребят, мы погнали. Сегодня закончился первый день эфира. А во второй день у кисы Алисы был просто невероятный опыт, как и у меня. Мы вели прямой эфир и отвечали на ваши вопросы прямо с крыши, с видом на всю Москву. Мы сейчас с киской поднимаемся. Я вообще... Ааа, капец! Посмотрите! Я не представляю, вообще Алиса первые в жизни. Да и я тоже, на самом деле. На такой высоте, кажется, дождик начинается. То есть я должна сесть вот на это кресло, да? А вот так вот там высоко. Мне страшно, я высоты боюсь. Короче, ребятки, мы сели вот на это кресло, которое сзади меня просто бесконечности. Мне немножко нервительно, если честно. Ну что, ребят, мы сняли эфир вот тут вот просто. Посмотрите, тут такая площадка. Офигеть! Вот с таким вот видом... Стой, Алиса, стой, стой, стой! Стой! Не пугай меня так, не надо. Да там еще много места. Но просто все равно страшно, когда там край такой и такой вид. Просто Алиса, видимо, у нас экстремалка, она такая, типа, класс, паркур, все дела, побежала прыгать по крышам Москвы. Да? Алис, пойдем. Алис, пошли, ногами пойдем. Ты лежать хочешь? А можно с вами сфотографировать? Да. Я тебя как мешок тогда потащу. Пошли, Алис, пойдем, 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 пойдем. Пойдем, вниз, 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 вниз. Вот сюда, вот молодец, молодец. Пошли, пошли, Алиска. Скажи, я на крыше, на 22 этаже, да я офигею просто. Пойдем, Алис, я не хочу тебя как мешок тащить. Извините, мы тут кое-что оператором уронили. А потом я покрасилась, сняла одно видео и свалилась на три недели в кровать с этой болезнью. Вот такая вот фигня произошла. Ну, от вас ждем гигантской поддержки. Много-много сотен лайков, комментариев. А в инстаграме идите и участвуйте в мэджик-прокачке, чтобы выигрывать крутые призы. И самое главное, это главный приз, который будет в конце лета. Любим, пока.